Вячеслав Иванович, расскажите о том, какие результаты 2021 года нас радует в общественной работе нашей ассоциации коренных малочисленных народов Севера, республики Саха-Якутия. И что вот из принятого плана выполнено? Здравствуйте, уважаемые друзья! Прошедший год, наверное, основной упор, который мы делали, это был упор нашей работы, это на реализацию внесенных изменений в законодательство, связанных с постановкой на учет коренных малочисленных народов Севера. В течение всего года, в прошлом году и так далее, мы начали проводить различные семинары, постоянно выходили на связь с районами, давали консультации как в частном порядке, там по телефону, по интернету, так и с выездом на места. Например, лично я ездил, например, скажем, в Олегненский район, ездил в Нижнеколымский район, ездил в Оленёкский район по приглашению, и непосредственно на местах мы это осуществляли, работу. С другой стороны, мы понимали, что вот эта подача документов дистанционно через почту и так далее, это очень сложный такой процесс, поэтому параллельно с самого начала этой работы мы поставили вопрос о том, что это должно проходить через МФЦ. И благодаря усилиям и органов исполнительной власти нашего курирующего ведомства, Министерства по развитию Арктики и делам коренных народов Севера, и непосредственно Государственное собрание Илтумен и нашего профильного комитета по развитию Арктики и делам коренных народов Севера, удалось добиться того, что такое решение было принято на уровне нашего республиканского МФЦ, и с июня месяца прошедшего года начался прием документов. И вот абсолютное большинство сейчас всех заявлений, которые находятся в обработке и отправлены вот именно по постановке на учет, они прошли через МФЦ. Приведу такую цифру, на конец прошлого года это более 5000 заявлений. Но мы считаем, что это все равно недостаточные темпы, потому что контрольная точка это у нас февраль месяц, потому что с февраля 2022 года учет КМНС, он заработает в полную силу. Это не означает, что прекращается прием заявлений, и так далее. Это будет в рабочем режиме теперь идти постоянно. Но именно с февраля месяца уже все государственные органы власти Российской Федерации должны в своей работе именно ориентироваться на этот перечень лиц, который утвержден, находится в Федеральном агентстве по делам национальности. И это очень важно, потому что реализация очень многих наших прав именно будет упираться в этом. Я еще раз скажу об этих основных наших правах, которые очень важны для наших народов. Во-первых, это пенсионное обеспечение. Вы знаете, что по закону 2018 года для представителей коренных малочисленных народов Севера сохранен прежний возраст выхода на пенсию. 50 лет для женщин, 55 для мужчин. Причем, обращая ваше внимание, это пенсионная система только лишь заявительный характер, то есть по обращению. Если вы даже не знали или знали, но не обратились в связи с какими-то обстоятельствами и так далее, вам пенсия будет назначена только лишь с момента вашего обращения. То есть, когда будут представлены все документы соответственно. Ну и второй момент, касающийся этого пенсионного обеспечения, оно все-таки касается, действует в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. И здесь у нас есть очень много вопросов, потому что мы всегда говорили о несовершенстве данного перечня мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. Второе право, да, такое, то серьезное, оно касается доступа к биоресурсам. Это связано с охотой и рыболовством. И обращу внимание, что это до сих пор является, наверное, одними из самых спорных и самых проблемных мест и в нашем законодательстве, и в наших взаимоотношениях с федеральными органами власти, достаточно сказать, что очень много случаев, когда действительно наших людей просто превращают в браконьеров на собственной земле. И до сих пор идут разные у нас судебные дела и следственные дела и так далее, которые возбуждены против наших людей и по которым мы по-прежнему продолжаем работать и отслеживать. То есть, хотя это право у нас везде прописано, то тем не менее оно везде, как бы сказать, ограничено различными какими-то местными нормативными документами, связанными в том числе и ведомственными какими-то актами и так далее. И там очень сложная такая ситуация. В общем, даже хороший юрист не всегда разбирается в этом вопросе. Третье направление – это связанное с лекарственным обеспечением. Оно особенно актуально в последнее время, вот последние два года в связи с эпидемией коронавируса. Потому что, ну, те, кто болеет коронавирусом, понятно, что они получают лекарства бесплатно. Но вы сами знаете о том, что в силу разных обстоятельств, в частности удаленности, отсутствия лабораторий на местах, отсутствием даже того же самого просто персонала врачебного и соответствующего оборудования на местах, я считаю, что выявляемость коронавируса, эпидемии на местах у нас очень низкая. Поэтому, казалось бы, такая благополучная картина на местах на самом деле не является благополучной, это благополучная на бумаге. На самом деле наши люди действительно очень сильно и много болеют. Просто выявляемость очень низкая, потому что в силу и просто элементарной удаленности даже от районных центров, а потом ведь с районного центра, они должны еще прибыть в город Якутск и так далее. В результате многие анализы, срок их доставки сюда составляет иногда даже до месяца и так далее. Это все делает практически очень сложной вот эту систему своевременной выявления данного заболевания. И поэтому понятно, что большинство людей так или иначе покупают лекарства за свой счет. И поэтому очень важно, чтобы вот это вот лекарственное обеспечение все-таки сохранялось. И второй аспект, который связан, у нас резко снизилось количество лечения, обследований, которые предоставлялись раньше в ведущих врачебных лечебных заведениях нашей республики, когда люди по направлению приезжали в Якутск или в районные центры, где лечились от других заболеваний. В результате наложенных карантинных мероприятий, да и просто опасения самих людей, вот эти количество поездок резко сократилось. И я считаю, что вот мы сейчас наблюдаем некую такую статистическую мы наблюдаем информацию, получаем о том, что уровень смертности достаточно высокий в наших местах проживания коренных малочисленных народов Севера. И оно вызвано скорее больше даже не эпидемией коронавируса, а именно тем, что наши люди практически перестали получать нормальную врачебную помощь, особенно учитывая то, что во многих местах у нас в свое время была проведена оптимизация, остались только фельдшера. У нас практически нет квалифицированных кадров врачебных на местах. Ну и четвертое направление льгот определенных, да, или прав для коренных малочисленных народов Севера – это образование. В прошлом году были приняты соответствующие документы по целевой подготовке специалистов. И я надеюсь, что вот с этого года вы ощутите, что будет увеличено количество целевого приема, во-первых, студентов в высшие учебные заведения из числа коренных малочисленных народов Севера. Это практически через 15 лет у нас эта система вновь восстанавливается, начинается. Я просто напомню, что в свое время, где-то в 2004-2005 году у нас перешли на целевую подготовку по УЛУСам, а потом постепенно это все вот так же постепенно сошло на нет. И мы потеряли вот тогда такое вот квотирование, направленное на целевой прием именно числа студентов, числа коренных малочисленных народов Севера. И второй момент. Мы уже сколько лет ставим потерянное право наших студентов на получение дополнительной социальной стипендии. Оно было потеряно у нас в 2015 году, и с тех пор оно не получалось. Но сделаны уже первые шаги. С прошедшего года, с 1 сентября, данная стипендия восстановлена для РГПУ Минигерсона Института народов Севера в Санкт-Петербурге. Мы добиваемся, чтобы это право было распространено на другие вузы, где обучаются наши студенты. Пока это решение еще такое не принято, но работа по этом направлении идет. И поэтому я хотел бы обратить внимание, что если решение будет принято, то оно опять-таки будет принято только в пользу тех студентов, которые внесены или учтены как представители коренных малочисленных народов Севера в Федеральном агентстве по делам национальности. Поэтому я еще раз призываю, что время есть. В феврале это не означает, что на этом работа должна прекратиться. Тем более, еще раз обращу внимание, что у нас только где-то около пяти тысяч заявлений. На учет поставлено только где-то около тысячи человек. А я напомню вам, что у нас в республике, пока новых данных по переписи нет, я ориентируюсь на переписи 2010 года, у нас официально 40 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. Значит, только одна восьмая часть, которые подали заявление, и только где-то порядка, наверное, двух, немногим больше двух процентов, которые поставлены на учет. Поэтому я призываю все-таки активно нашим представителям принимать участие в данном мероприятиях, встать на учет. В первую очередь это может быть касается даже не вас, а ваших детей, ваших внуков. Другое направление нашей работы, я уже с самого начала сказал, что Большая Ассоциация больше ориентирована на законодательную работу. И эта работа постоянно идет. Напомню, что в позапрошлом году, в 2020 году, был принят целый пакет федеральных нормативных актов, связанных с коренными малочисленными народами Севера. Ну, это и вот учет КМНС и так далее. Были положения, связанные со стандартом социальной ответственности, с порядком возмещения ущерба общинам коренных малочисленных народов Севера, с поддержкой традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока и так далее. И вот как раз прошедший год, это был год, когда уже началась реализация этого. Нам надо было добиться вхождения в различные федеральные программы, связанные с этим. Это один момент. И второй, наоборот, соответственно, адаптацию этих законов к нашей реальности, к нашим условиям. Например, по возмещению ущерба социального стандарта. У нас уже в республике действует закон об этнологической экспертизе. У нас есть свои нормативные акты, связанные с ответственностью промышленных компаний. И это все необходимо было привести в соответствие. И эта работа была в течение всего этого года. Обращу ваше внимание, что продолжается работа, связанная с территорией традиционного природопользования. В свое время мы добились больших успехов. Почти половина республики покрыта сетью территории традиционного природопользования. Мы постоянно ставим вопрос о развитии данного законодательства. Мы ставим вопрос о том, чтобы территории традиционного природопользования стали и получили не только бумажный статус имели, а реальные какие-то полномочия, особенно наши общественные советы на местах, которые... В первую очередь я обращаю всегда внимание на то, что территория традиционного природопользования создается для защиты прав коренных малочисленных народов Севера на свое традиционное природопользование. То есть на оленеводство, на охоту, на рыболовство. А что мы имеем на сегодняшний момент? Этот статус дает нам только лишь какие-то полномочия, связанные на то, чтобы промышленные компании хотя бы шли на определенный диалог с нашими общинами. Но такие права, как оленеводство, охота, рыболовство до сих пор нормально не реализуются. Я не буду повторяться, я скажу, что эти проблемы существуют. И они-то решаются федеральными органами. И, к сожалению, на местах органы управления ТТП не имеют никаких полномочий. Хотя реально они должны получить хоть какую-то определенную полномочия в решении этих вопросов. На сегодняшний момент территориально на местах ни один из наших этих органов ТТП не имеет этих полномочий. И это вот пока, я считаю, это один из основных вопросов, который мы должны дальше развивать. Тем более, для нас есть такая основа. Многие скажут, что это сложно, практически невозможно и так далее. Но я скажу, что в вопросах, связанных с традиционным природобольством, в Конституции написано, это совместное ведение федеральных органов власти и местных органов власти. То есть, в принципе, вот как раз базируясь на этих конституционных нормах, мы могли бы ставить вопрос о том, чтобы часть полномочий каких-либо были переданы в части охоты, в части рыболовства были переданы все-таки органам управления ТТП. И нам жизнь предподносит каждый раз такие вот неприятные, скажем, не то что сюрпризы, а неприятные моменты. Вот в конце года, например, да, у нас мы получили буквально в декабре решение Совета районных депутатов Усть-Майского района о ликвитации территории традиционного природопользования Усть-Майский на основе протеста прокурора, местного районного прокурора. Это просто такой нонсенс, какой-то вообще целый для нас. Это очень неприятный прецедент. Вот этим мы сейчас вопросом занимаемся. Вот в ближайшее время будет выезд специального нашего, целого десанта, наших активистов и также представителей государственных органов власти на место прямо в Усть-Майский район для того, чтобы рассмотреть этот вопрос и найти пути решения этого вопроса. Или, например, другой момент. Вот опять-таки связанный с ТТП и вообще с правом традиционной природопользования. У нас продолжаются судебные дела, вот, например, со Степаном Пахомовым из Алданского района и так далее. Мы также эти вопросы держим на контроле и будем постоянно, или, вот, например, судебные преследования уже покойного нашего, одного из наших лидеров, Арсентия Прокопьевича Николаева. Это все продолжается. К сожалению, это есть, это реальность нашего дня. И эта работа будет продолжена. Вот. Определенные такие организационные деятельности у нас продолжаются. Вот в прошедшем году по нашему плану прошли очередные съезды Чукчей и Долган нашей республики, а также организационный такой съезд Полярная Веча, первый съезд русских арктических старожилов, на котором они так организационно оформились, их ассоциация оформилась. И председателем избран Чикачев Виталий Сергеевич, председателем данной ассоциации. Эта работа идет. В рамках этих съездов проведено очень много различных мероприятий на местном уровне. Приняты свои планы мероприятий по реализации резолюции данных съездов. Я думаю, что данные резолюции и планы мероприятий также найдут свое воплощение и в республиканских планах и так далее, и они будут реализованы. Прошедший год ознаменовался подготовкой к важным событиям, которые начались в этом году. Этот год – это первый год международного десятилетия языков коренных народов мира. И весь прошедший год мы тоже можем сказать, что мы провели под эгидой подготовки к этому международному десятилетию. С одной стороны, это чисто организационные вопросы. Наши представители принимали участие в работе оргкомитетов как на федеральном, так и на международном уровне данного десятилетия. Были проведены несколько мероприятий. Особенно я отмечу мероприятия молодежного совета нашей ассоциации, которые по вопросам именно активности, повышения активности молодежи в сохранении языка, реализации новых проектов и так далее. Выезжали и проводили такие семинары непосредственно в места проживания народов, наших народов. Это в Хатастыре, Сипенкюль. И очень такие хорошие были проведены там мероприятия. Я думаю, что это какой-то толчок. И для нас очень позитивно, что именно наши молодые ребята последние лет 5-6 проводят хорошую, активную работу и являются действительно очень большой поддержкой для нас. И помимо этого у нас реализуется очень большой проект, где наша ассоциация принимает участие. Это проект Арктического совета сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера в киберпространстве. Оно решается теперь уже на международном уровне. Этот проект, он как бы такой, он основной такой объединяющий. На самом деле он состоит из множества таких мелких проектов, которые реализуются на местах и разными учреждениями, разными лицами и так далее. И я думаю, что самое главное, не общий этот проект, который, да, вот он как бы просто является тоже таким зонтичным проектом, который объединяется. А чтобы успешно были хорошие такие достойные результаты у нас по каждому из малых проектов, которые реализуются. И в этом плане я бы хотел просто привести такой пример, что прошедший год ознаменовался тем, что у нас достаточно такой большой прорыв сделан для нашего юкагирского народа. Вот, например, создан учебно-методический комплекс по изучению языка тундриных юкагиров. Это выпущено семь, можете себе представить сразу, семь учебников. Три учебника по изучению языка второго, третьего класса, второго, третьего и четвертого класса по юкагирскому тундриному языку. И четыре книги по чтению на родном языке, тоже с первого по четвертый класс. То есть семь учебников, полный учебно-методический комплекс создан. И я хотел бы поздравить наш коллектив авторский данного проекта. Это Татаева Феодосия Николаевна, Татаева Анна Николаевна и Ситникова Наталья Васильевна, которые успешно реализовали данный проект и довели его до конца. И данные учебные пособия буквально по зимнику, скорее всего, будут доставлены уже места проживания наших сородичей. И второй результат в этом году, конец года, знаменовался выходом букваря на лесном юкагирском языке. Авторский коллектив Прокопьева Пана Егоровна, Днемина Любовь Николаевна, Прокопьева Александра Егоровна и Миронова Алена Николаевна. Этот букварь – это новое совершенно издание. Первый букварь был в 92-м году издан. Авторами которой являлись Перидуна Василия Константиновича, Николаева и Ирина Алексеевна. А этот вот новый совершенно букварь, который полностью соответствует новым всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Также вышел, вот опять-таки для юкагиров это очень важно, вышел первый академический словарь, русско-юкагирский словарь лесного юкагирского языка. Очень тоже важное для нас достижение. Это вообще первое такое академическое издание именно для лесного юкагирского языка. То есть есть определенные достижения для других языков и так далее. Вот просто скажу, что на съездах Ичукчи и Долган вручены первые премии за вклад в сохранение и развитие имени Вельвина – это за вклад в сохранение чукотского языка, имени Артемьева за вклад в сохранение и развитие долганского языка. Да, впервые это сделано. То есть мы продолжаем, вот это вот шаг за шагом, оно продолжается, что-то делается, где-то более успешно, где-то менее. Скажу, что проблема существует. Основа наша, конечно, это традиционные наши промыслы, то же самое оленеводство. В течение всего года мы неоднократно на это обращали наше внимание. И вот скажу, что в рамках Северного форума по устойчивому развитию у нас был отдельный круглый стол, на котором мы обсуждали прямо важнейшие шаги по развитию, именно по поддержке оленеводства на республиканском федеральном уровне. И надо сказать, что мы определенные шаги к этому сделали. Например, уже на федеральный уровень, в Государственную Думу направлен проект федерального закона о поддержке северного домашнего оленеводства. Как раз инициативой выступила наша республика. То есть я думаю, что все-таки какие-то шаги будут сделаны. Ну и, наверное, еще один такой очень важный итог, очень большой шаг сделан в сферу обеспечения устойчивости снабжения наших северян, что ли, так скажем. Летом, вы помните, в социальных сетях и так далее проходили материалы, как доставляются продукты питания, овощи и так далее до наших населенных пунктов. В том числе очень много вопросов вызвали, например, попытки доставки парашютами и так далее. Просто это опять-таки проблема и малой авиации, и проблема вообще отсутствия даже транспортной доступности наших населенных пунктов. Потому что проблема вот именно продовольственного обеспечения во многом именно связана именно с транспортной доступностью наших сел. Конечно, есть вопросы, но шаг очень большой сделан с началом реализации программы строительства торгово-логистических центров. В этом году два таких торгово-логистических центра уже построены в нашей республике. Один из них в Аббийском районе, второй в Устьянском районе. Мы вошли в федеральную программу, и в течение буквально трех-четырех лет в каждом из наших северных улусов, арктических улусов, будут построены торгово-логистические центры, которые, во-первых, достаточно снимут напряженность от вопроса продовольственного обеспечения наших улусов, а во-вторых, помогут все-таки в снижении вот этих цен на продовольствие в наших селах. Мы знаем о том, что у нас в Якутске цены не очень-то хорошие, да, и так далее. А на севере они иногда бывают в два-в три раза дороже, вот в силу просто опять вот из-за этих транспортных расходов. Я думаю, что вот реализация проекта строительства торгово-логистических центров все-таки поможет решить, ну, если не решить, то снизить вот эту вот проблему дороговизны продуктов на севере. Вот, то есть вот, если вот вкратце сказать, вот, наверное, вот такие основные, ну, результаты, не достижения, а результаты прошедшего 2021 года. Вячеслав Иванович, спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok